Я есть. Я думаю. Я хочу. Мои руки. Моя душа. Моё небо. Мой лес. Это моя земля. Разве можно сказать больше? Это самые важные слова. Это ответ. Я стою здесь, на вершине горы. Я поднимаю руки. Развожу их в стороны. Это моё тело и моя душа. Наконец, я понял. Мы хотели осмыслить всё это. Я и есть этот смысл. Мы хотели найти оправдание своему существованию. Но оправдание я сам. Мне не нужно ни оправдание, ни одобрение. Мои глаза видят. И они дарят миру красоту. Мои уши слышат. И в них звучит песня. Мой мозг думает. И только он будет тем лучом, который осветит правду. Моя воля выбирает. И выбор её единственный мне указ. Единственное, что я уважаю. Многие слова открыты мне. Многие из них мудры. Другие лживы. Но только три святые. Я хочу этого. Какой бы дорогой я ни шёл. Путеводная звезда во мне. И звезда, и компас. Они укажут мне её. Укажут мне дорогу к самому себе. Не знаю, есть ли земля, на которой я стою. Сердце вселенной или только пушинка, затерянная в вечности. Не знаю и не думаю об этом. Ведь я знаю, что счастье возможно для меня на земле. И моему счастью не нужно высокой цели для оправдания себя. Оно не средство для достижения цели. Оно и есть цель. И я не средство для достижения целей других. Я не служу ничьим желаниям. Я не бинт для их ран. Я не жертва на их алтарях. Я человек. Этим чудом своего существования владею лишь я. Лишь я его охраняю и использую. Только я преклоняюсь перед ним. Я не отдам своих богатств. Не разделю их ни с кем. Сокровище моей души не будет разменено на медные монеты и разбросано ветром, как подаяние. Я охраняю свои богатства. Мысли, волю, свободу. Величайшая из них – свобода. Я ничем не обязан своим братьям. И у них нет долга передо мной. Я никого не прошу жить ради меня, но и сам живу только для себя. Я не домогаюсь ничьей души, но и не хочу, чтобы кто-нибудь домогался моей. Я не враг и не друг братьям, нищим духам. Чтобы заслужить мою любовь, братья должны сделать еще кое-что, кроме того, что родится. Я не отдаю любовь просто так, и никто, случайно захотевший ее, не получит моей любви. Я вручаю людям свою любовь, как великую честь. Но честь надо заслужить. Я выберу друзей среди людей, но не рабов, не хозяев. И я выберу только тех, кто понравится мне. И их я буду уважать и любить, но не подчиняться и не приказывать. И мы соединим руки, когда захотим, и пойдем в одиночку, когда захотим. В храме своей души человек одинок. И пусть храм каждого останется нетронутым и неоскверненным. Пусть человек протянет руку другому, когда захочет, но только не переступив этот святой порог. А слово «мы» люди смогут употреблять только когда захотят и с великой осмотрительностью. И никогда это слово не будет главным в душе человека. И вызывая в нас, это слово становится монстром, корнем зла на земле. Корнем мучения человека человеком и неслыханной ложью. Слово «мы» гипс, вылитый на людей. Оно застывает и затвердевает, как камень, и разрушает все вокруг. И черное, и белое становится серым. С помощью этого слова грязные крадут добродетель чистых, слабая мощь сильных, слабоумная мудрость умнейших. Что есть моя радость, если любые, даже грязные пальцы могут потрогать ее? Что есть моя мудрость, даже если дураки могут приказывать мне? Что есть моя свобода, если даже бесталанные и слабые мои хозяева? Что есть моя жизнь, если я ничего не могу, кроме как кланяться, соглашаться и подчиняться? Но я покончил с этой гибельной верой. Я покончил с монстром «мы», словом рабства, в рабства, несчастья, фальши и стыда. И вот я вижу лицо Бога, и я возношу его над землей. Бога, которого человек искал с тех пор, как люди начали существовать. Этот Бог даст нам радость, мир и гордость. Этот Бог я. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok